Как выглядит медсанчасть номер 154 в Красноармейске после ремонта, сегодня оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Максим Красноцветов и депутат Моссоволдумы Михаил Ждан. За последние два года тут привели в порядок коридоры, отремонтировали регистратуру, входную группу, кабинеты врачей, также отремонтировали крыши, стационары и поликлиники, обновили и оборудование. Это новый маммограф, аппарат УЗИ и томограф, а также заменили аналоговый флюорограф на цифровой. Мы в прошлом году встречали с руководством ФБА и зафиксировали план работ, и вот сегодня посмотрели уже первые результаты. То есть блок оказания экстренной помощи, то есть новое оборудование, новые КТ, капитальный ремонт части больничных помещений, новая входная группа с регистратурой, маммограф, то есть много нового оборудования, все, что необходимо сегодня для оказания вот такой помощи, оно уже есть. Появились в медсанчасти и пять новых автомобилей, четыре из них для терапевтов и педиатров для выездов на дом, и еще одна машина скорой помощи. В планах учреждения дополнить автомобильный парк еще такими тремя. Многие вопросы решаются на федеральном уровне, это и техника новая, которая поступила, это и оборудование новое, и обсудили ту проблематику, которая на сегодняшний момент стоит, это и по переводу детской поликлиники в основное здание ФБА, и организация круглосуточной медицинской помощи, так называемый травмпункт, который, наверное, предстоит как-то совместно с медиками разрешать эту проблематику. Дальше будет работа над детским отделением, в следующем году запланирован капитальный ремонт. Капитальных ремонтов данного помещения не проводились больше 40 лет, то есть с момента открытия медсанчасти капитальные ремонты не проводились. Конечно, мы знаем, что первичное звено – это самое посещаемое место, довольно-таки быстро изнашиваемое, и вы сами можете представить, что было здесь буквально пять лет назад. Напомним, в медико-санитарную часть номер 154 в Красноармейске входят стационар на 159 коек, взрослое отделение мощностью 600 посещений в смену и детская поликлиника мощностью 150 посещений в смену. Детскую поликлинику планируют перенести на территорию учреждения, сейчас она находится отдельно. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.